Главный санитарный врач страны Нурбулут Усинбаев назвал общественный транспорт основным источником заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому в городе Ож усилили контроль над работой транспорта, обслуживающего горожан, в рамках которого состоялся рейд по проверке соблюдения санитарных мер как водителей, так и пассажиров. Сейчас вот жители нашего города стараются не выходить на улицу без надобности. Если автобус уже полон, то водители не должны брать лишних людей. Они же могут не остановиться на остановках. Каждый день новых случаев все больше и больше. Нужно штрафовать тех, кто не носит маски, чтобы не нарушали санитарные меры. Каждый должен нести ответственность за свое здоровье. Как оказалось, многие горожане, пользующиеся услугами общественного транспорта, не соблюдали санитарные меры. И только после предупреждений специалистов надевали маски. Среди пассажиров были и те, которые требовали от сотрудников муниципалитета раздавать маски. А другие вовсе утверждали, что все это выдумка и коронавирусной инфекции не существует. Маски нужно менять каждые три часа. Откуда нам взять деньги, чтобы купить их? Мы три месяца не работали. У нас не было никакого дохода. Мы не олигархи. Я сама живу на пенсию и воспитываю внуков. Скажите, вот на какие деньги я должна покупать маски, чтобы менять их каждые три часа? Нет никакой статистики. Простых людей попросту вводят в заблуждение. Если человеку суждено умереть, он и так умрет. И вовсе не из-за какой-то там коронавирусной инфекции. Я не верю в существование этой болезни. Для контроля за соблюдением санитарных мер общественного транспорта была создана комиссия из десяти человек, которые признались, что во время проведения разъяснительных работ среди горожан немало случаев, когда возникают споры. Нам сейчас очень сложно проводить разъяснительные работы среди жителей. Конечно, есть те, кто прислушивается и выполняет все требования, но гораздо больше тех, кто даже не слушает, что мы говорим. Поэтому водитель троллейбуса сейчас вот просто высаживает пассажиров без масок. Есть горожане, которые только после того, как у них потребуют, наденут маски. Когда у нас спрашивают, почему на улице все ходят без масок, мы им объясняем, что в открытом местности соблюдается социальная дистанция, что затруднительно выполнить в общественном транспорте. Напомним, в городе Ош общественный транспорт заработал с 25 мая. Сейчас пассажиров обслуживают только 26 троллейбусов и 22 автобуса. А для того, чтобы все линии заработали, у муниципального предприятия не хватает средств на солярку и недостаточно денег, чтобы нанять контролеров.